Доброй ночи! Да богосовет вас Господь! Учитесь молиться, просить исповедоваться перед Богом Святым. Я не знаю, как к этому относиться, но я сочувствую людям. Моя сестра сегодня в гостиками зашла, готовится к предмету. Светская этика. До сих пор она 10 лет преподавала христианскую этику. Сейчас у нас Европа, якобы она говорит, зашла к нам и уже нету такого предмета. Мне якобы пару часов ей дали. Как ей помочь, я не знаю. И тут я открыла Коран. И что вы думаете? На очереди у меня третья сура. И я открываю сразу же потрясающие для себя и для сестры вещи. Потому что она тоже должна рассказать и о Коране, о многих вещах рассказывается. В светской этике как бы приближается, но о Боге говорить не надо. Как преподавать светскую этику, но о Боге говорить нельзя. Аня, потом я говорю, слушай, может тебе надо было просто принципиально отказаться от такого предмета. Нет, нет, я должна все-таки так говорить. Ну, я с ней, конечно, спорить не хочу. Ей виднее, можно сказать. Но почему я посоветовала отказаться? Потому что я поставила себя на ее место и не могу даже себе представить, как так, чтобы говорить какой-то этике и нельзя вспомнить Бога. Оно, в общем, ограничили нас. Это Европа так страдает. Я не понимаю, о чем я речь. Ну, конечно, Зеленская сказала, что он неверующий, атеист. Третья сура в Коране называется Аль-Имран, семейство Имран. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного, Алиф-Лам-Мим. Что мы открываем с сестрой мы одновременно? Третья сура, третий аят, или стих. Он не спаслал тебе Писание с истиной, подтверждение того, что было до Него. Он не спаслал Таурат, Тору и Инжил Евангелие, которые прежде были руководством для людей. Он также не спаслал развлечения, в скобках Коран. Коран – это развлечение. Развлечение чего? Воистину тем, кто не верит в знамение Аллаха, уготованы тяжкие мучения, ведь Аллах могущественный, способный на возмездие. Я в своем видео «Три ворона и сорока» как раз говорила о том, что, скорее всего, что Коран – это как бы продолжение информации. Так я сказала. И вот вам подтверждение. Третья сура, третий стих сразу говорит. Он, Всевышний, Аллах называется. Какая разница, как называют Бога, Единого Бога. Какая разница, как эта религия называет. Он не спаслал тебе Писание с истиной и подтверждение того, что было до Него. Он не спаслал Таура Атуру и Инжил Евангелие, которые прежде были руководством людей. Он также не спасла развлечения Коран. Но тут вот слово «прежде» переведено ли оно правильно, потому что оно как бы говорит о том, что оно уже не стало руководством людей. Так и не хотят сказать. Воистину тем, кто не верит на меня Аллаха, уготованы тяжкие мучения. Вот. Дальше я хочу сказать, что если Единый Бог присылал и вас религия переплетается, имена переплетаются, то не гневайте Бога, говоря о том, что что-то нужно перечеркнуть. Потому что, извините, но христиане более благородные, они не перечеркнули Тауру. Правильно? Они не выкинули Ветхий Завет. А вы хотите, у вас написано что-то прежде было до вас, но вы его хотите выкинуть и вы называете неверными христианами. У вас не написано в Коране, что христиане и евреи неверны. Это неправда. Неверные это те, которые грешат и делают беззаконие. Вот это неверно. Злодеи, которых я в прошлом видео вынуждена была отправить в ад. Понимаете? Вот неверные, которые творят беззаконие, которые молятся какому-то Богу, которого вы не понимаете. Хотя у вас прекрасно написано то, чего нет в Евангелии. Тут описывается о деле Марии, о том, что Захария, Захария, муж Елизаветы, он как бы имел какое-то отношение к ее воспитанию, к духовному возрастанию. Тут об этом сказано. Я потрясена. Что говорится в Коране? Понимаете? Вот она. Вот сказала жена Имрана. Господи, я дала обет посвятить тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь ты слышащий, знающий. Когда она родила ее, то сказала Господи, я родила девочку. Но Аллаху было лучше знать, кого она родила. А ведь мальчик не подобен девочке. Я назвал ее Мариам Марии и прошу тебя защитить ее и потомствию от дьявола изгнанного побиваемого. Вот мама. Мама Мария. Цитируется мамой Марии. Нету такого где? В Евангелии такого нет. И Имран, жена Имрана. Значит, отец Марии Имран, имя даже известно. Господь принял ее прекрасным образом. Вырастил достойно и поручил ее Захарию. Захарий. А Захарий это кто? Это же муж Елизаветы, который родила Иоанна Крестителя. Каждый раз, когда Захарий входил к ней в молельню, он находил возле нее пропитание. Он сказал, О, Мария, Мария, откуда у тебя это? Она отвечала, это от Аллаха. Ведь Аллах дарует пропитание без счета, кому пожелает. Тогда Захарий возвал к своему Господу и сказал, Господи, одари мне прекрасным потомством от себя, ведь ты не маешь мольбе. Вот. Захарий помолился, и все-таки у него родился Иоанн Пророк. Когда он встал в молитве, в молении ангелы воззвали к нему, Аллах радует тебя вести об Иахе и Иоанне, который подтвердит слово от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и пророком из числа праведников. Захария сказал, Господи, как может у меня родиться сын, если старость уже настигла меня и жена моя бесплатная. Аллах сказал, так Аллах решит, что пожелает. Захария сказал, Господи, покажи мне знамение. Аллах сказал, твое знамение будет в том, что ты будешь три дня разговаривать с людьми только знаками. Много поминай своего Господа и славь его перед закатом и утром. Вот, сказали ангелы, о, Мария, Мария, воистину Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров. О, Мария, Мария, будь смиренна перед Господом твоим, подай низ и кланяйся вместе с теми, кто кланяется. Это часть рассказов о сокровенном, которые мы сообщаем тебе в Откровении. Ты не был с ними, когда они бросали свои письменные трости, чтобы решить, кто из них будет опекать Мария. Мария, ты не был с ними, когда они припирались. Вот, сказали ангелы, о, Мария, Мария, воистину Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которому Мессия Иса Иисус, сын Мария Марии. Он будет почитаем в этом мире и в последней жизни, и будет одним из приближенных. Он будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослыми и станет одним из праведников. Он сказал, Господи, как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина. Он сказал, так Аллах творит, что пожелаю тогда. Он принимает решение, то ему стоит лишь сказать, будь как это сбывается. Ну, Бог меня так ведет, читает дальше я. Ну, называется Иисус, как одним из праведников. Иисус человек. Бог показывает. Есть спор между верующими. Вот до того, что называли эритиками, когда говорили, что Сын Божий, Сын Человеческий, это в принципе человек. И возмущались там даже, я же рассказывала, что даже за это сжигали на костре, понимаете? Когда говорилось истина. И вот говорит, Бог как бы называет тут, что это разъяснение Коран. И Он многие вещи разъясняет. Он таки многие вещи разъясняет. Вот. И я много чего получила, просто уже не хочу. Я назвала видео светская этика только потому, что я возмущена. Но я на самом деле не знаю, как оно должно быть, понимаете? Потому что я сама, будучи неверующей, возвратилась тому, что Бог есть. Я не знаю, как люди будут призывать имя Божье. Как кому Бог захочет открыться. Вот. Но вместе с тем, я будучи ребенком и думая о том, что жизнь вечная нету и все заканчивается после смерти. У меня тоже радости много не было. Так что я не знаю, как правильно должно быть. Вот. И видно много соблазнов от священников, что вот так вот уже не хотят проповедовать Слово Божие в школе. Печально, что я могу сказать. Они не произносили ничего, кроме слов Господь наш. Прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем деле. Утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими. Вот о чем надо каяться священников. Прости нам грехи и излишества. Это очень серьезное слово. 147 аят в 3 суре. Это очень серьезное слово. Потому что эти излишества, они соблазнили людей о Боге. Вы же должны были исповедовать Иисуса Господом не устами только, а всей жизнью своей наследовать Бога, Сына Божьего. Он был человеком. Понимаете? Надо было приближаться к Нему. А вы соблазнили людей. Вот. Вот такая истина. Только читая Писание, только пребывая в Слове, можно освящаться. Иначе не дано. Я уже говорила. Какое заблуждение было у Пророка, который вот уже умер. Очень вознесся высоко, но умер. Почему? Потому что он видение видел после 40 дней поста. Иначе якобы в сердце зашла Библия. Не может. Вдруг зайти и он уже благословенный стал. И наполнился словом. Нет. Библия это то, что лежит, как книжка, которую ты читаешь. Не просто листаешь, а изучаешь, прибываешь, углубляешься, исследуешь. Понимаете? Ну вот и я говорю. Смотрите, что происходит. Многие вещи утверждает и Коран. И это потрясает. Бог великий. И он, понимаете, он оценил Слово, свое высшее имя. Не имеет значения, как мусульмане называют своего Бога Аллах. Пусть будет Аллах. Ну, самая главная истина, которая говорится. Вот. Ну, если говорить о светкости, то мне нечего сказать. Я, конечно, бы отказалась бы преподавать предмет. Я благословляю свою сестру и всех преподавателей, которые почему-то по какой-то нелепой причине отменили христианскую этику в школе. Вот. Это духовная война, я так думаю. Да. Разве тот, кто последовал за довольством Аллаха, подобен тому, кто проявил ярость Аллаха и чьим пристанищем будет гиена, как же скверно это место прибытия. Понимаете? Да. Ну, тут идет речь в предыдущем туре аяте. Пророку не подобает незаконно присваивать трофеи. Тот, кто незаконно присваивает трофеи, придет в день воскресенья с тем, что он присвоил. Это очень строгое слово. Понимаете? Это тоже к священникам, к пророкам. Пусть будет пророком, но не должно быть ничего незаконного. Если дух обличает, надо остановиться. Потому что Авраам не взял от царей, сказал, чтоб ты потом не сказал, что ты меня обогатил. Понимаете? Настолько нужно доверять Богу и жить скромно, не в богатстве. Правильно я уже сегодня где-то слышала, уже поднимается вопрос. Священники должны быть скромны. И обители, и все у них должно быть скромно. Понимаете? Иначе идите в мир. Богу лучше вообще меньше проповедников, чем таких соблазнов. Поэтому я говорю, что временное вот это вот должно быть служение. Понимаете? Ну, я говорю, вечности на земле. Получается временно. То есть ты хочешь послужить Богу, принеси себе жертву. Я не знаю, как там мир на их постах. Может, они в своих должностях пусть и зарабатывают. Я не знаю, они только не грабят, конечно, свой народ. Вот. Но священник должен быть очень сокрушён. Очень. Его сокрушает Слово. Если он не сокрушён, то он просто не служит Богу. Он не пребывает в Слове. Слово обязательно сделать священника сокрушенным. Обязательно. Понимаете? Потому что это очень большая сила Божье Слово. Да. Да. И вот видите, о чём мне Бог побуждает говорить. Послушала одно видео, какая-то женская женщина. Две женщины есть в каком-то сайте. Там много, очень много проповедников разных. Три женщины, да. Одна американка и вот эти две. И вот люди говорят о страхе. Это очень серьёзная тема. Вот одна... Один страх можно легализовать. Это страх Божий. Нет. Извините. Страх — это то, что Ангел вам даёт, предупреждая об опасности. Не бес вам говорит о страхе. А через страх Бог ведёт вас своими путями. Это глупость и такое говорить. А страх Божий — это любовь к Богу. Я уже говорила эту тему. Если бы меня понимали хорошо... Я говорю, я люблю Бога, я не буду так делать. Но я так, чтобы меня понимали окружающие, говорю, я боюсь Бога, чтобы это не делать. Понимаете, что такое страх Божий? Начало мудрости. Начало мудрости. Вот. А мир полон опасностей. Даже в физическом плане сколько всяких неприятностей бывает. Тут на Житомире упало... Ветер сильный под опоры и упало на машины. И там водитель, слава Богу, остался живым. Мир и жизнь полна опасностей. Нельзя говорить о том, что вот бесстрашие — это то, что Бог хочет. Говорить о Боге, когда надо говорить. Да. Вот об этом говорил он кому? Сусунавина. Он говорит, не бойся, я с тобой. Когда он о чём-то там боялся. Ну, служить Богу надо без страха. Ну, по жизни ходить. Говорит, ничего бояться. Это глупости. Они сказали своим братьям отсиживать дома. Если бы они послушались нас, то не были бы убиты. Скажи, отвратите смерть от себя, если вы говорите правду. Никаким образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получат удел у своего Господа. Но это немножко о другом. Ну, да. И тут мне приходит мысль. Жизнь и смерть во власти языка. Ну, это духом говорится. Я умолкаю просто. Вот такое мне сегодня наполнение светской... О светской этике ничего не сказала, по сути. Но ещё могу сказать, что... Аня моя обратила внимание, что есть... Ну, Конфуция. Это же китайский. Китайский философ. И якобы вот эта философия, она действительно оторвана от любой религии. Она светская. И там... Знаете, кому поклонялись? Они поклонялись своим предкам. Тоже какое-то интересное откровение вечности. Понимаете? Вот. Китайцы. Очень интересное откровение вечности. Ну, Конфуций мы изучали в школе. Это, конечно, очень известно. Когда-то это была большая мода на него, на его мудрость, на его этику. Вот. И вот эти пять постоянств праведного человека, о которых... И сестра моя говорит, что... Ещё греки придумали правила морали. Это золотое правило. Что не выжелай ближнему своему того, чего не желаешь себе. Это самая глубокая мудрость. Правильно. Это ещё у греков Бог открыл когда-то. Понимаете? Бог давал информацию о том, как любить людей. Понимаете? Понимаете, о чём я говорю? Бог давал информацию, он воспитывал, он учил. А, потрясающее откровение я получил. Вы знаете о чём? О том, что как Господь через другие народы, может, и своих евреев учил бояться Бога. Они видели чудеса, конечно же, и боялись Бога. Та же самая блудница Верихона. Ну, как бы предала, конечно, блудиться. Вот. И это. И предала свой народ. И пустила еврейских соглядателей, как она называется, разведчиков с другими языками. Вот. И она говорила, мы знаем, какие чудеса вас предали. Что вы через море прошли. Вот. А вот просто тут мораль, да? Вот тут особенная мораль. Особенная мораль. Как предательство своего народа. Пусть и еврейский народ. Зная о том, что он, ну, Бог страшен с ним. Все время, что он являл такие чудеса, что потопил египтян. Когда они за ними гнались через море. Море раступилось. И, кстати, хорошая информация о том, что впервые Богу запели. Когда евреи прошли через море. Родилась песня. Там какая-то женщина поручица пела. Такая духовная песня. В Библии есть это слово. Вот. А вот какая слава Божья. Вот какая слава Божья. Я думаю, что будет слава Божья. И вот откровение о вечности. Потрясающее откровение о последней жизни в Коране. Вот. И то, что Бог делал. И всю землю Он освящал. И китайцам дал своих пророков. Как их назвать? Наверное, пророков, да? Вот. Ну, тоже большая мудрость. Большая очень. Вот, например, да? Жень. Человеческое начало. Любовь к людям. Человеколюбие. Милосердие. Гуманность. Это одно постоянство. Потом И. Называется правда. Справедливость. Хотя следование И. И собственных интересов не является грехом. Справедливый человек следует И. Так как это правильно. И основано на взаимности. Так справедливо почитать родителей. Благодарить за то, что они тебя выросли. Вороновешает качество Жень. И сообщает благородному человеку необходимую твердость и строгость. Жень. Человеческое начало. Любовь к людям. Вот. И противостоит эгоизм. Благородный человек ищет И. А низкие выгоды. Добродитель. И впоследствии была увязана с металлом. Интересно. Ли. Буквально обычай. Обряд. Ритуал. Верность обычаям. Соблюдение обрядов. Например, почтение к родителям. В более общем смысле. Ли. Любая деятельность направлена на сохранение пустого общества. Символ Огон. Чжи. Здравый смысл. Благоразумие. Мудрость. Рассудительность. Умение просчитать следствие своих действий. Посмотреть на них со стороны. В перспективе. Но это только благодаря молитве можно сделать. Синь. Искренность. Доброе намерение. Непринужденность. И добросовестность. Истинность. Да. Искренность это очень хорошая черта у человека. Если мы делаем все. Поступайте по духу. Вот это искренность. Когда говорится в Писании. Поступайте по духу. И не будете делать ваше деревне плоти. Потому что мы иногда думаем, что делать. А Бог подсказывает. И кажется, что якобы ты чисто внешне нарушаешь закон. Ну. А это приносит свой результат. Понимаете? Надо быть искренним. Даже в своем гневе быть искренним. Ну вот такая мудрость. Видите? Бог так многоразлично во всем мире открывался. Воздадим ему славу. Везде Бог. Не человек своего. Поверьте. Если чрез одного человека. То конечно. Конечно. Это Бог. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.